Здравствуйте! В эфире новости телеканала Западная Армения. Если мы не принимаем нашу сущность и не считаем себя коренным представителем Родины, считаем себя очагом религиозного межества, мы шаг за шагом уничтожаем себя. Президент Западной Армении Арменак Абрамян. Посол Нарсисян представил Тубиасу Элгоду влияние широкомасштабного нападения Азербайджана и существующие угрозы. Столетняя годовщина Османского султаната. Вышла в свет книга Робета Татуяна. Численность армянского населения Бетлийской провинции в Западной Армении накануне геноцида армян. Сокровище Арцаха. Качаха Каберт. Подписан меморандум о восстановлении исторического памятника Красный мост. Одна из исторических культурных ценностей Вана находится под угрозой исчезновения. Подводя итоги первого дня конференции на тему вызова Западной Армении, организованной Национальным собранием Западной Армении в эфире Веста на Армении ТВ, представляем вашему вниманию важнейшие моменты, которым мы уделили особое внимание. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян предложил использовать коренной статус в качестве связующего звена единства, поскольку после геноцида была прервана связь между армянами и родиной, и только благодаря языку и культуре армяне смогли сохранить свой коренной статус. Он также отметил, что преднамеренные фальсификации, внесенные в историю, перевели к геноциду, и этот процесс продолжается сегодня, чтобы уничтожить армянскую нацию. Также выступили депутаты и члены правительства Западной Армении. Они представили вызовы, стоящие перед Западной Арменией, и посредством обсуждений предложили решение. Полную версию выступлений и обсуждений вы можете посмотреть на нашей официальной странице в YouTube. 1 ноября посол Республики Армения в Великобритании вооружен Нарсисян встретился с представителем избранной комиссии по защите палаты общин Великобритании Тобиасом Элвудом. В ходе встречи посол Нарсисян представил существующие в регионе вызовы безопасности, отметив влияние широкомасштабного нападения Азербайджана на территорию Республики Армения и необходимость немедленного вывода вооруженных сил Азербайджана с международно признанных границ Республики Армения. Посол также подчеркнул продолжительное удерживание Азербайджаном армянских военнопленных в качестве заложников, нарушив трехстороннее заявление от 9 ноября. Кроме того, посол обратил внимание собеседника на бесчеловечное отношение Азербайджана к армянским военнопленным, отметив последний пример внесудебного убийства безоружных солдат. Стороны также обменялись мнениями о будущем отношении Армении и Великобритании и обсудили возможности дальнейшего развития парламентского сотрудничества на международных площадках. Однако следует помнить, что Великобритания – одна из тех стран, подпись которой «Рацифицирован северский договор». Столетие ликвидации османского султаната, по всей вероятности, останется незамеченным, несмотря на те фундаментальные изменения, которые имели значение для современной Турции и остального Ближнего Востока. Голосование Национального собрания в Анкаре 1 ноября 1922 года положило конец более чем 500-летней истории османского султаната, который после Бурсы и Эдерне в 1453 году основал свою столицу в Константинополе. Эта империя, которая долгое время была самой могущественной в мусульманском мире, сильно ослабла. Но после Первой мировой войны в 1920 году под диктатом западных держав Махмед VI подписал Северский договор. Эти же державы спровоцировали национальный взрыв Мустафа Кемаля, прозванного Атта-Турком, и определили судьбу этого многовекового султаната. Полную статью вы можете прочитать на нашем сайте. В 2022 году берутским издательством Ширак вышла книга Роберта Татуяна «Численность армянского населения в провинции Петлийской области Западной Армении в канун геноцида», состоящая из 208 страниц. Автор сообщает, что целью работы является определение численности армянского населения Петлийской провинции Османской империи в кануне геноцида армян. Татуяна отмечает, что после включения армянского вопроса в повестку международной дипломатии в 1878 году султан Хамид начал проводить последовательную политику, направленную на сокращение армянского присутствия на территории Западной Армении. Подавление Сосунского восстания 1894 года и массовые убийства в 1895 годах имели серьезные негативные последствия для армянского населения Петлийской губернии. Во время Гаминской резни многие армянские поселения в Петлис были насильно исламизированы. Армяне покинули десятки населенных пунктов провинции Петлис. Накануне геноцида в Петлийской губернии насчитывалось 29 340 домов и около 250 тысяч армян. Качаха-Каберт находится между селами Птрахик и Колотак республики Арцах, построен на вершине горы. Особенно заметим по дороге из Степанагерта в Ганзасар. Благодаря своему доминирующему положению и абсолютной недоступности в крепости можно было защититься даже без оружия. В Арцахе сохранился ряд построений, которые имеют научно-культурную ценность. Строительству крепостей и других военно-исторических сооружений способствовали исторические и природные условия в долине Хаченагет. Одним из них является крепость Качаха-Каберт. Он имел разные названия в разные периоды. Строение относится к 8 веку. Во время арабских нашествий скалистый остров был перестроен и превращен в крепость. Власть Хачена в середине 11 века находилась под сельджудским направлением. И уже в 18 веке Качаха-Каберт перешел к князьям Джалалянам. Между Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и меценатом был подписан меморандум о сотрудничестве в работах по укреплению, ремонту и восстановлению памятника «Красный мост», находящийся на территории административного района Кентрон города Еревана. Подготовительные работы по восстановлению моста уже начаты. Основные восстановительные работы начнутся в 2023 году. «Красный мост» – памятник республиканского значения, расположенный на реке Роздан. Это самый старый сохранившийся мост в Ереване. В результате землетрясения 1679 года мост был разрушен. В том же году мост был перестроен под покровительством мецената. Мост несет следы ремонта разных времен и теперь разрушен. В ванне одной из ветвей мастерства декоративного искусства, имеющая 2800-летнюю историю, считается мастерством серебряного дела. Представляющие собой орнаменты, изготовленные из чернинного серебра, сплав из свинца, серы, меди и серебра приобретают особый черный цвет, за что получил название Севат и отличаются по цвету от обычного серебра. Несмотря на свое древнее происхождение и своеобразный вид, производимый в ванне Севат каждый день продолжает терять свою ценность. Как утверждают специалисты, до 1915 года в ванне действовало 120 мастерских Севада. После 1915 года они по очереди стали закрываться. И в конце новостного блока музыкальное произведение. Звучит музыка Таковы были новости на сегодня. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok